Вечером 5 июля на Ульяновскую станцию скорой помощи, как обычно, был наплыв звонков. Так происходит каждый вечер. На работе люди отмахиваются от недуга, а придя домой, звонят в скорую. Поэтому проводить вечер, перемещаясь от адреса к адресу для бригад скорой, дело привычное. Однако, если обычные вечерние препятствия для скорой – это пробки, то в прошлую среду дороги перегородил водный барьер. Набросать пациентов из-за этого никто не собирался. За время, ну, скажем, от 18 до 24 часов было выполнено 173 вызова. Выехали мы 24 детям, 43 человека было доставлено в стационар. Из них были роды с кровотечением и пожилой мужчина, 77 лет, с инфарктом миокарда. То есть, все было доставлено в срок, без замечаний. Несмотря на непогоду, в оперативном отделе станции скорой помощи было жарко. Стали регулировать движение бригад по районам, говорить, где затопы, на каких улицах, в каких районах конкретно. Стали непосредственно сотрудничать. У нас есть прямая связь с МЧС. То есть, у нас пять машин скорой помощи утонуло в этом затопе. МЧС нам активно помогало. Работали в онлайн-режиме с главным врачом, с министром здравоохранения. То есть, они были в курсе, что происходило. Сотрудникам пришлось приложить все усилия для того, чтобы бригады скорой помощи добирались до адресов вовремя. А если с задержками, то с минимальными. Бригады были вынуждены искать объезды, проезжать по дворам, по бордюрам, по газонам. Ну, в общем, нам повезло, что у нас есть УАЗа. Нам повезло, что у нас есть опытные водители. Вера Мовчан и Ильсияр Газизова были именно в тех бригадах, которым пришлось пробираться через затопленные улицы. Вере Ильсияр повезло. Их машина не утонула в дождевой воде. Хотя имела на то все шансы. Октябрьская, там вообще ужасный поток. Во-первых, мы когда стали выезжать по Пушкаревскому кольцу, большой был поток воды. И вот машины практически вставали, вставали, вставали. Приходилось объезжать. И с первого раза, как таково, нам не удалось проехать на вызов. Мы объезжали совершенно другой страной. Вода доходила до порожков в автомобиле. Прям даже уже наполнялась в салон. Пациенты, надо сказать, происходящим на улице тоже отнеслись с пониманием. Негативно, на небольшие задержки, практически не реагировали. А звонков в оперативный отдел с вопросом, где же скорая, было не больше, чем обычно. Примечательно, что ни Артуз Сурков, ни Вера Мовчан и Ильсияр Газизова героями себя не считают. А врал прошлой среды, хотя относит к форс-мажору, но ничего сверхъестественного в этом не видят. Обыденные работы. У нас в скорой, по-моему, всегда все готовы к каким-то таким чрезвычайным ситуациям. Зимой очень много, когда все задувает, заметает, нельзя проехать. Ну и вот такие какие-то катаклизмы бывают со стороны природы. Ну, что-то дерево где-то упало, вот приходится объезжать не тем путем ехать. А так, ну, вроде бы нормально все идет своим чередом. Надеемся, что в этом году природа больше не выдаст подобных испытаний для ульянских медиков, да и для ульяновцев вообще. Игорь Улитин, Руслан Баталов. Новости дня. Ульянская правда.